Здравствуйте, дорогие товарищи! Как я рад, что мы снова вместе с вами. Хотя я вас и не вижу. Технологии ещё не дошли до той стадии, когда бы мы общались напрямую. Точнее, технологии дошли, но мне просто лень этим заниматься, так называемыми стримами, или как это называется, ещё не помню. Я вас благодарю за то, что вы здесь, за то, что вы пишете комментарии. Мне их очень интересно читать. Это правда. Много времени на это уходит у меня, но ничего. За то, что вы материально поддерживаете канал. Я вас особенно благодарю. Это очень приятно. Меня израдует, конечно. Спасибо. Ну и за то, что вы любите музыку, за то, что вам интересно это. Да, я вас действительно за это благодарю, потому что приятно осознавать, что есть окружение такое, состоящее из единомышленников в какой-то степени. Так что это здорово. Ну а я сижу на даче, трещит огонь, точнее трещат дрова в печке. Уютно, тепло, хорошо. Замечательная музыка. Правда, сейчас я её выключил, чтобы YouTube не заблокировал за нарушение авторских прав. За использование чужого материала. Хотя искусство принадлежит народу. Правда, я это всеми силами поддерживаю. Что я хочу сказать? Хочу сказать, что недавно, совсем буквально пару дней назад, я говорил с хорошими музыкантами, моими друзьями. И разговор зашёл о барабанщиках. И мы долго обсуждали разных барабанщиков наших, отечественных. У меня много знакомых, отличных музыкантов, которые играют на ударных инструментах разнообразных. И, в общем, есть, конечно, кому и кости перемыть, и кого похвалить, с кем повосхищаться. Но, конечно, всплыла в разговоре фигура Джона Бонома, потому что, когда речь заходит о барабанщиках, конечно, тут всплывает эта титаническая фигура. И что я хочу сказать? Конечно, очень много замечательных музыкантов в нашей стране, очень много хороших. Но среди них есть такая секта, секта имени Джона Бонома. И когда я общаюсь с этими музыкантами и слышу, как они играют, иногда это кажется мне комичным, а иногда чрезвычайно унылым. Почему? Я объясню почему. Потому что, ну, во-первых, Джон Боном, конечно, испортил жизнь огромному количеству музыкантов. Я имею в виду барабанщиков. Сломал просто их карьеру и сломал их вообще мировосприятие. Ну, вот, я объясню, почему комично или уныло. Потому что, когда мы слышим, или барабанщики вот эти, да, когда слышат игру Джона Бонома, когда слышат, а слушают они музыку Лэд Дзеппелин в основном, да. И я не говорю обо всех, потому что, я повторю, очень много хороших, профессиональных, талантливых, творческих, интересных художников, настоящих музыкантов. Но вот эта секта Джона Бонома, имени Джона Бонома, они все слушают, конечно, Лэд Дзеппелин и слушают, как звучат барабаны в песнях Лэд Дзеппелин. И мне кажется, что они не понимают одной простой вещи, что они не слышат и не слушают игру Джона Бонома, а слушают именно песню Лэд Дзеппелин. И то, что они слышат, это игра музыканта, который играет конкретную песню в конкретной группе с конкретным настроением, с правильно расставленными микрофонами, с уникальной, да, ну, каждый раз, когда пишешь, да, что-то уникальное, все равно расстановка микрофонов. То есть, соответствующее помещение. И вот создается этот звук, который подходит для данной конкретной песни, Лэд Дзеппелин. И это не значит, что Боном играет только так, что вот то, что мы слышим в Лэд Дзеппелин, это вот так и надо играть все. И вот это идеал, к которому нужно стремиться. Это довольно странно выглядит, потому что, я еще раз повторяю, это звучание конкретной отдельной песни Лэд Дзеппелин, а не звучание барабанов, которые хочется привнести в какую-то русскую песню, да, когда русские артисты играют, там, русский рок. Русский рок, я, кстати говоря, ничего против этого термина не имею и против этого направления, а наоборот, потому что это отдельное направление рок-музыки со своей мелодикой, со своей гармонической структурой, уникальной, да, не похожей на англо-американскую музыку. Иногда похожей, иногда нет, но все равно воздух, дух, настроение, все равно это от русского мелоса, я извиняюсь, идет, да. И выдергивание партий ритмических рисунков, попытка достичь звука вот этого из музыки Лэд Дзеппелин, перенеся их в другое место, в другую песню, это, ну, либо комично, либо тоскливо выглядит. То есть вот, что я хочу сказать, потому что все-таки то, что мы слышим, мы слышим Лэд Дзеппелин, а не Бонома. Мы слышим Бонома в Лэд Дзеппелин, а не отдельно, да, Бон, как он играет. Вот это, мне кажется, интересно. И еще, когда, особенно молодые сектанты, бонемисты, когда они слушают, они пытаются, они ориентируются на игру, такой вот мощную, страшный, мощнейший удар Бонома, там, да, в «Wonder Leave It's Bricks», да, песни, там, «Black Dog», вот, вот, печка, как, да, печка отозвалась. А возьмите замечательную пластинку Хаузов в «The Holy», про которую, если я успею несколько слов сказать, это будет здорово, 73-й год, да, и послушайте, дорогие сектанты, песни, например, «The Rain Song». И Эдди Крамер, который записывал этот альбом, он говорил, что Боном удивительным образом играет и тяжело, и мощно, да, как просто такой вот паровоз, двигатель, движитель всей музыки Лэд Дзеппелин на этом альбоме. Играет чрезвычайно нежно, тонко, просто почти неслышно иногда, как в «The Rain Song», там, удивительные партии его, наполовину импровизационные, насколько я слышу. От души просто записал и совершенно в другой манере, совершенно в другой манере. И вот эти попытки грохотать как Боном, они не имеют шансов на успех, как я уже говорил выше, потому что это зависит от конкретного помещения, от времени, от конкретной ударной установки, от микрофонов, от настроения и, самое главное, от песни, в которой играется эта барабанная партия. Вот всё, что я хотел сказать о тех, кто пытается играть как Джон Боном. Зачем-то, непонятно зачем, потому что каждый должен играть так, как он сам играет, а не как Джон Боном. В этом кайф, в этом музыка и искусство и творчество, когда ты играешь так, как ты, а не так, как кто-то. Правда? Как кто-то лучше кого-то послушать. Ну, а пластинка замечательная, и перед ней, конечно, было достаточно большое количество приключений у музыкантов. Например, знаменитая история... Да, начали они репетировать в январе 73-го года ещё, и репетировали, репетировали, сначала в Лондоне, потом в Нью-Йорке, а потом полетели в тур. И в начале тура у них был Сингапур, насколько я помню, да, и вот эта знаменитая история, когда их даже не выпустили из самолёта в Сингапуре, потому что были длинные волосы, а руководство Сингапура противилось влиянию западной культуры. Ничего не напоминает вам это, да? Противилось влиянию западной культуры, и было категорически против музицирования западной группы Ладзеппелин на своей территории. И даже из самолёта их не выпустили, волосатиков этих поганых с западной музыкой. Вон отсюда, пошли вон. И они улетели, но это не помешало им, в общем, докатать тур. Потом они вернулись, и, как всегда, уже по привычке в Старгроф, в поместье Мика Джаггера с передвижной студией The Rolling Stones, и в своё удовольствие начали записывать этот альбом. Записывали с большим кайфом, как говорил Эдди Крамер. Всем всё очень нравилось, всё было здорово. Материала было много, записали кучу песен, часть из которых не вошла в альбом House of the Holy. Например, собственно говоря, House of the Holy песня, которая вошла потом в Physical Graffiti. И там ещё несколько. Но получился удивительный альбом. Как я уже говорил, каждый альбом Ладзеппелина не похож на предыдущие и последующие. А этот вообще стоит особняком, потому что тут, ну, я не знаю, тут какое-то вот это противное определение прогрессив рок, ну, для упрощения я его использую. Это абсолютно прогрессивная, сложная, навороченная музыка. И, ну, она очень сильно отличается, конечно, от всех предыдущих четырёх альбомов. Неожиданно вдруг заиграли совсем другое, совсем другим настроением. И очень-очень-очень много, очень сложно. The Song Remind The Same, первая песня. Все знают, наверное, что сначала она была написана пейджем как инструментальная овертюра, довольно сложная. Потом преобразовалась в песню. Но песня тоже монументальная, то есть её можно сравнить с Уэнда Ливисбрикс, с «Лестницей в небо», и там с другими такими грандиозными длинными полотнами из нескольких частей куча гитар записана. Просто я вспоминаю все вот эти вот разговоры о том, что Джимми Пейдж слабый гитарист. Ну, это хохот, это хохот просто даже, даже не хохот, а просто унылое какое-то самое бормотание. Даже не хочется вспоминать. То есть, замечательно, настолько замечательно всё сыграно, настолько замечательно придумано и воплощено, и так всё звучит, такая партитура, столько звуков Джимми Пейдж наиграл. И Джимми Пейдж, конечно, я сказал, что Боном был локомотивом группы здесь. Безусловно, да, но музыка, вся музыкальная ткань, музыкальная составляющая, это, конечно, Джимми Пейдж. Он руководил всем, он делал партитуру, он всё расставлял по местам, он придумывал все партии в огромном количестве, свои гитарные, которых здесь больше, чем где бы то ни было, наверное, вот заперем. Всё очень сложно, всё с разными тембрами, с разными усилителями, всех замучил поисками звука. Ну, везде звук отличается, в каждой песне всё по-другому звучит, просто потрясающе. Но при этом остаётся всё лед заперем. The Rain Song, вот та самая, о которой я уже говорил, неожиданный, около блюзовый, такой полётный, просто монументальный, какой-то вокально-инструментальный подарок слушателям, неожиданный. Очень красивый, и Джон Поль Джонсон играл здесь на мелотроне симфонию, просто которая внизу лежит под вокалом планта. Это симфония, которая отсылает нас к муди-блюз. Это звучание мелотрона, уже на тот момент устаревшего инструмента, который сейчас очень широко используется, кстати, прогрессивными группами, и правильно делает, потому что их звук, звук мелотрона, его ничем не спутаешь. Вот эта имитация симфонического оркестра, она всё равно слышно, что немножко лента там гуляет, и всё равно это не живой оркестр, а вот именно мелотронный такой, как у Кинг Римсон, как у муди-блюз, и как у Led Zeppelin здесь, на данном альбоме. Очень красивая история, Джон Поль Джонсон там нарисована. Over the hills and far away, риф на акустической гитаре, точнее не риф, а вот эта фраза, которая входит в учебники, наверное, всех рок-гитаристов, которые начинают играть на гитаре с целью стать рок-музыкантом, играть в группе. Я думаю, что все через это прошли. Это не фраза из «Лестницы в небо», а именно Over the hills and far away. Вот эта акустическая история гитарная, очень красивая. Она на ухо ложится, садится и навеки остаётся уже в сознании. И я думаю, что нет рок-гитариста, который не играл бы эту штуку. Очень здорово, здорово. The Crunch. Странная песня с уходом в соул, как пишут все, напоминает Джеймса Брауна. Мне почему-то она не напоминает Джеймса Брауна. Не знаю, хотя я люблю Джеймса Брауна и Ледзеппелина тоже. Но она весёлая, задорная, зыкинская. Dancing Days. Очень едкая, ядовитая гитарная история. Такая, как говорят, опередившая время. Я не знаю, насколько она опередившая время, но она суперсовременной кажется. Как будто это сегодня придумана песня и записана. Просто очень ядовитая. И The Year Maker. Ямайка. То есть, так вот странно написано. Вот что касается Джона Бонна, он несколько часов мучились с Бонном, чтобы он сыграл регги. А у него не получалось. Он не умеет это дело играть. И очень странно всё это. Мощно, громогласно всё это сделано. Ну, как бы регги, да, ну, такое. Не совсем, как бы. Ну, и, конечно, No Quarter. Страшное, беспощадное полотно. Основное здесь, конечно, в музыке Джон Пол Джонс постарался. Со своими клавишными, синтезаторными историями. И с фортепиано, и с синтезатором, и с мелатроном. И всё. Ну, и пейдж, и всё. И такая просто мрачная и мощная песня, которая убирает весь Pink Floyd сразу далеко-далеко-далеко. И на концертах она звучит фантастически. И в студии просто прелесть. Ну, и The Ocean, которая, как говорят, родилась от впечатления толп зрителей, которые волнуются во время музицирования группы на сцене. Когда Лайдзиплин на сцене, они смотрят на эти толпы, и вот эти волнения спровоцировали на бешеный рок песни The Ocean. В общем, замечательная пластинка. Я её очень люблю. How is it the holy? Всем её советую иметь у себя дома. Пока. Пошёл пить.